Исаак Дунаевский. Марш веселых ребят в исполнении петербургского композитора Игоря Рогалёва. Он предлагает послушать марш мексиканских повстанцев начала 20 века и сравнить произведения. Российская на сегодняшний день массовая культура, она, к сожалению, совершенно утратила корни с национальной традицией. И поэтому эти скандалы будут всегда продолжаться. Ведь, ну, не секрет, что... Нота влево, нота вправо, и ты уже на чужой территории, например, французской или английской. Этот музыкальный коллаж, как выясняется, общей мелодичной песне Скотта Феджеральда и Филиппа Киркорова – лучшая иллюстрация. О плагиате в архитектуре можно рассуждать, стоя, например, у Спаса на крови. Строители Петербурга использовали прямые цитаты своих великих предшественников, например, псковских мастеров 16 века, создателей собора Василия Блаженного или римлян, придумавших портики и колонны. Можно ли обвинить Адамине в том, что он использовал там восьмиколонный портик? У кого он срисовал? Мы начнем перечислять половину классических архитекторов. Хорошие идеи, они витают в воздухе. О чем думал архитектор Кривошейн, когда делал мост Петра Великого, неизвестно. Но в металлических конструкциях, соединенных бесчисленным количеством заклепок, даже обыватель увидит линии знаменитой Эйфелевой башни. В середине 20 века тема достижений и плагиатов промышленности стала оружием политической борьбы США и Советского Союза. Все государства, которые ведут развойную империалистическую... Никита Хрущев собирался показать миру не только Кузькину мать, но и новинки советского автопрома. В 1958 году на всемирной выставке в Брюсселе «Чайка» оказалась в центре грандиозного скандала. Появилась информация о том, что «Чайка ГАЗ-13», в которой мы сейчас сидим, скопирована с автомобилей «Форд» и «Покарт». И что эти две фирмы предъявляют серьезные требования о том, что должно быть проведено расследование, машина должна быть снята с выставки. И буквально было три дня у советских спецслужб на то, чтобы выяснить, что произошло. Как выяснилось, американские заводы никаких обвинений не предъявляли, хотя в облике автомобилей и правда очень много общего. Советские власти расценили это как провокацию. А вот в истории российской пищевой промышленности без плагиата и правда не обошлось. Столь близкая духу и желудоку россиян обычная котлета, которую готовят в любом уважающем себя заведении. Но исследователи советской кухни уверяют, что на самом деле это деградировавший американский гамбургер, который в ходе истории потерял свою булочку. А именно кулинарный плагиат сталинского наркома Анастаса Микояна. Это он привез рецепт из Америки. Не прошло и года, как массовое производство гамбургеров было перенесено в советские цеха. Тысячи плакатов рекламировали горячие московские котлеты с булочкой по 50 копеек. Возможно, генетическая память и объясняет популярность фастфуда в современной России. Пик подделки западных марок одежды, сумок, духов пришелся на 90-е годы. Но и сейчас в Апраксином дворе аналоги европейских брендов по цене билетов кино. Китайцы копируют сумки, а качественную еду сами петербуржцы рассказывают в федеральной антимонопольной службе. Постоянно, каждый год возникают какие-то моменты, что кто-то кого-то подделывает, либо используют бренды каких-то компаний, либо используют, скажем, упаковки, сходные до степени смешения с упаковками других компаний. В Петербурге ежегодно расследуют до 15 подобных дел. Производители копируют стиль, образы и звучание названий. В спорных случаях фаст даже устраивает народное голосование. Похоже ли упаковка товара настолько, чтобы ввести в заблуждение? Кстати, подобное обсуждение произошло и в финской прессе. В обоих случаях большинство ответило – плагиат налицо. Как выяснилось, лозунги копируют и производители продукта политического. Хотя обращение к своей истории плагиатом не назвать, скорее, знаком верности традициям. А вот здесь вот что написано на груди у Витязя? Ну, если присмотреться – «Единая Россия». «Единая Россия». Вот она, когда «Единая Россия» – это родилась 1905 год. Тонкую грань между копией и стилизацией обсуждают юристы. Ну, а для конечного потребителя важнее, чтобы партия была эффективной, котлета – вкусной, а песня брала за душу. Евгения Альфельд, Кульс города.